Множество заповедей находится в главе Китеце. Одна из них очень странная, очень непонятная. Это книга Дворим, 22 глава, 4 фраза. Не может мужчина из народа Омон или Муав принять полноценный гиур. То есть даже если он присоединяется к еврейскому народу, ему запрещено жениться на еврейке. Он может жениться только на женщине, которая тоже из Омона и Муава приняла гиур. Даже в 10 поколении они не могут стать полноценными евреями. Например, про египтянина тоже есть похожая заповедь, но там говорится, что после 3 поколения они уже полноценные евреи. А здесь говорится никогда. Очень странно, ведь наоборот Всевышний дал Тору евреям и через евреев всему человечеству, чтобы приближались к Всевышнему. А тут как бы он сам говорит, что нет, я их не принимаю вообще никогда. И объяснение в следующей фразе. Альдвара шалокидмует хамбалехам убамаем. За то, что они не хотели продать вам хлеб и воду, когда еврейский народ шел по пустыне. Не слишком ли это тяжелое наказание за то, что всего-навсего не хотели продать хлеб и воду. И дальше в Ашер Сахара лехет Билям. За то, что они привели Биляма проклясть еврейский народ. Откуда взялись народы Омон и Муав? Лот, племянник Авраама, спасается из разрушенного с дома, с двумя своими дочерьми. И они убегают в пещеру, и его дочери понимают, так они видят, что весь мир разрушен. Не только с дома, а вообще весь мир. И они теперь считают, что в их руках судьба человечества. То есть, всего осталось три человека на земле. Они и их отец. И они понимают, что единственный шанс спасти человеческий род, это родить детей. Но единственный мужчина, это их отец, который явно на это не пойдет. Значит, они его поят вином. Это все, что мы читаем в книге Берешит. Напоили, и каждый рожает от него сына, который, соответственно, становится родоначальниками Омона и Муава. То есть, там в корне вложено то, что они поставили себя на место Всевышнего. Они решили, что они вместо Всевышнего будут решать судьбу человечества, судьбу земли, судьбу мира. И вот этот вот корень поставит себя вместо Творца мира. Он передался этим народам. И они тоже делают то же самое. Они ненавидят евреев, как мы видим, что они привели Беляма, чтобы проклять народ. Эжданиль ненавидит лютой ненавистью. И что? И они решают теперь так. Вот идут люди по пустыне. Сейчас мы их оставим без еды и без воды. И все прекрасно, все умрут с голоду. То есть, то же самое поставили себя на место Всевышнего, что мы теперь будем управлять ситуацией. Мы будем решать, кому жить, а кому не жить. Какому народу существовать, а какому нет. И вот за это, вот этот вот корень и приводит к тому, что Всевышний говорит, я их не хочу. Не хочу, чтобы они становились евреями. Не хочу их приближать к святости. И вот это вот причина. Но что? Ведь мы знаем, что в конце концов Всевышний хочет, чтобы весь мир исправился, и чтобы все народы к нему повернулись. Так почему же он ставит такое препятствие? И более того, говорится ад-олам. То есть, никогда не могут. Так, посмотрим, что это за выражение такое ад-олам. Олам это один из переводов, это всегда или навсегда. Но слово улам это мир. Значит, что имеется в виду? Ад, это до. Ад-олам. Значит, до тех пор, пока существует материальный мир. Или пока он существует в таком виде, в котором он сейчас. То есть, так вот, как в котором они совершили эту ошибку. Но потом, в будущем, после прихода Машеха, это исправится. И мир исправится, и мир изменится. И вот тогда, на следующих этапах истории, они смогут исправиться. Продолжение следует...